Охренеть! Все равно еще не воспринимаю этот щит, что ли. Вчера только консультация первая была, и все, что я услышала, перевариваю. Веры мне не хватает, что ли. Много-много-много тараканов, страшно время упустить. И потом жалею, что вместо того, чтобы возить ребенка по специалистам, мать самой занимается, собой занимается. Я вчера сижу, кормлю Андрея, он мультики под еду всегда смотрит. Может еще баловаться, убежать, не суть, короче. Тут он ко мне поворачивается и такой, мама, и обнимает. Думаю, ага, значит нас уже посмотрели, и скоро мне ссылка придет. Через час я уже смотрела консультацию. У него просто обращенной речи нет, только повторяет. А тут мама. Что я о себе услышала вчера? Все совпало. Я посмеялась и поревела. Девчонки говорят, чего у нас только не было, где мы только не были. Но вот в таком дерьме еще не были. И я осознаю, что все это действительно так. И не хочется возвращаться ко всему этому. Анастасия, привет всем. У нас прошло больше месяца после консультации. Егор очень хорошо стал понимать речь. Про взгляд я писала. Он стал другим, таким ясным, проснувшимся, заинтересованным. Появилось больше усидчивости. Раньше он вообще не сидел. Много повторяет, копирует. Любит, когда рассказываю ему истории в книжках. Отвечает на вопросы про имя, про возраст. Теперь добавился ответ на вопрос, как зовут сестру, младшую и старшую. А вот я тот ищу тормоз. Не могу выкроить время на ручку или стоп. Физически не могу выделить время. Утром старшую в школу собираю. Остаюсь двумя маленькими. К ночи уже нет сил. Но и это мой мозг выдумал, чтобы не меняться. Вторичная выгода. Мне некогда. Типа. Спасибо за видео, которое здесь кидаете. Черпаю, что могу. И благодарю миллион раз Наташу, Ирину и вас, девочки. У меня сын Наталья. У меня сын третий день выдает все новое и новое поведение, которое ему не свойственно. А значит, он меняется. Например, каждый раз, как надевает носки, нюхает их, как так делает наш папа. Сегодня сам сел в лифт в торговом центре и катался один. Еще пару дней назад, вцепившись в ручку до синяков, ездил, боялся. А сегодня мы его ловили с мужем на разных этажах. Я только подхожу к лифту. Он нажимает на кнопку, едет на другой этаж. Один. И ехидно смеется. Но я не успела добежать до лифта. Сам стал мыться один в душе и повторяет в точности все действия, как отец. И еще много-много-много всего. Восемнадцатый день после консультации забыла написать. Еще три дня назад мне казалось, что изменений нет. И я устала унывать. А вот прорвало. Ура, товарищи. Единственное, что вызывает опасения, что он начал исследовать мир сильно стремительно и не видит опасности. Как малыш сегодня перебежал оживленную дорогу. Я даже охнуть не успела. Хорошо, что не было машин. Вот эта удивительная книга написана мамами. Составитель Александр Зайц. И она уже есть на шоп с Абришинком. Подключайтесь. Можно осознавать, почему ваши дети болеют. И зачем они для вас болеют. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...